Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в любом случае, зимой здесь замечательно. Во-первых, народу меньше, я вам точно могу сказать. Он есть, но все равно меньше, чем сейчас. И, во-вторых, зимняя сказка горного парка Рускеала, это просто стоит один раз увидеть. Вниз спуститься, музыку послушать, подсветку шикарную просто посмотреть. И, конечно, зима у Рускеала это особая сказка. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь мы с вами соберемся. Сложится такая группа, кому это будет интересно. Карелия у нас присутствует и в другом маршруте. Петрозаводск, Кивач, водопад большой. И Марциальные воды, и Кижи. Остров сказка, деревянная архитектура. И некоторые, я знаю, из вас были там. Но в любом случае, Карелия это всегда запоминается. Мы же со своей стороны благодарим вас за внимание. Наша экскурсионная часть, информационная, закончилась. Мы сейчас отдыхаем. Кто-то может подремать, кто-то все продолжит смотреть на пейзажи карельские. Будем отдыхать. И остановка через 2,5 часа приблизительно. Уже после Приозерска. Нам надо его проехать с вами благополучно. Все смотрите. Смотрите. Далее тут все дойдут. Да? Как они? СравAN'овсискость. СравAN'ов. Светитель. Пусти. КТО. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Повещать свои руки. Сейчас поговорим. Сейчас поговорим. Сейчас я сниму. Фарфоровые носи. Покажут там разные составляющие фарфора. И самое интересное, это, конечно, работа мастеров. Вот вы видите не штамповочное производство, а именно живем в Старой Ладоге. Это все вдоль перегореки Волков. Почему называется эта экскурсия по перекам Ситал-Локима? В Старой Ладоге мы обзорно смотрим крепость, и переезжаем в Новую Ладогу. Город, возникший при Петре Первом. Такой мини Петербург по своему центральному расположению улиц. Здесь мы смотрим Петровские шлюзы. Говорим о Сумерове, потому что он стоял в этом городе. Все хорошо. Спасибо. Его полк находился там. Даже сохранилась церковь, выстроенная при Александре Васильевиче Суворове. Ну и, конечно, древнейшая территория, Новая Ладоге, это бывшая территория Николого Звездовского монастыря. Там мы поднимаемся по лестнице. В другую сторону, в Перхов, древний город Перхов. Это Псковщина. Рассказ пройдет об истории Псковского края, об истории древнего города Перхово. А так город назвал, точнее, крепость назвал Александр Невский. Соответственно, 13-й век. Крепость сохранилась. В пределах 15-16 века построек. Там и Ликольский храм замечательный. Вы увидите. Погуляете по стенам, пряслам крепости. Посмотрите город с другой стороны. Современный. Потому что он очень сильно был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Но древнее городище еще осталось. Городище тоже показывают. Показывают памятник-мемориал на месте бывшего концлагеря в годы Великой Отечественной войны. И это вы все увидите. После обеда в городе Перхово мы переезжаем в Некандровый пустынь. Это пустынь 16 века. Разбитая на больнице. Расположены строения. Ехать достаточно сложно, скажем сразу. Но когда люди приезжают в Некандровый пустынь, то очень много узнают из истории пустыни, а Некандровый пустынь жителей. Мы посещаем храмы, источники у нас. Три источника, по крайней мере, можно из пяти посетить. Окунаются. В Некандровой пустыне есть купель, где можно окунуться. И набрать воду. 4 августа. Петергоф. Обратите внимание, это не блистательный Петергоф. Это не Петергофский большой дворец и не нижний парк с фонтанами. Это парк Александрия в Петергофе. Александрия – это водчина в большей степени Николая I и его семьи. Поэтому мы смотрим дворец Каточ, в котором проживала семья у летней Вены. Очень много будут говорить о устройстве Сижина. Еще о том, как... 4 августа у нас экскурсия в Рождествено, в музей Роковышниковых-Набоковых. И мы будем говорить о семье Роковышниковых-Набоковых. Две усадьбы, две судьбы. Первая – это Роковышниковы-Набоковы. С посещением этой усадьбы. И парка. В парке, кстати, есть святой источник. Можно воду набрать. И обустроена купель. Если будут желающие, мы еще время дадим для окунания. Затем чаепития у нас в кафе с порошками. И мы приезжаем в избары Волосова. Рядом с нашим райцентром Волосова. И в избары – это рассказ о семье Николая Константиновича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова